Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших роликов. Напоминаю, в этом цикле публикаций я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства. Политаризма или азиатского способа производства, АСП. Секретного, потому что его изучение было запрещено. В учебных заведениях СССР. И понятно почему. Политаризм, согласно классикам марксизма-ленинизма, хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Если же его официально изучали бы в советских учебных заведениях, то даже школьникам стало бы ясно, что у нас и близко, нет никакого социализма. А у нас классический политаризм. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Вместе с тем здесь есть вопросы. Сила в нашем мире часто обратная сторона слабости. И наоборот. И в экономике политаризма это проявляется в полной мере. Его экономика в 20 веке не раз показывалась эффективнее, и не просто эффективнее, а намного эффективнее экономики самых развитых стран. И именно эти вопросы я и хочу рассмотреть и наглядно показать, какой великий экономический шанс упустил наш нынешний президент России Владимир Путин. Итак, в предыдущих публикациях мы начали рассмотрение вопроса о сталинской индустриализации Советского Союза. В самом уникальном предприятии в истории человечества. Всего за 10 лет сделавший Советский Союз из аграрной страны, индустриальной и, кроме того, сделавший его второй экономикой мира после экономики Соединенных Штатов. Главной загадкой индустриализации является ее цена. По оценке Валентина Катасонова в золотом эквиваленте это 9 тысяч тонн золота. Советский Союз же на момент ее начала имел максимум аж 140 тонн золота. И наши ведущие экономисты уже много десятилетий пытаются это объяснить. Но, как я уже сказал, их объяснения не выдерживают никакой критики. И нужно сказать, что объяснений много. Вернее, слишком много. Но главных два. И именно на этих главных объяснениях я и хотел бы остановиться. Первое и самое главное. Источником индустриализации стало ограбление Сталиным. Деревни в период так называемой коллективизации. Дескать, в конце 20-х годов главным валютным товаром была еще не нефть, поскольку машин было мало, а зерно. И отобрав это зерно у крестьян и вызвал в стране страшный голод, Сталин, дескать, и изыскал средства, необходимые для индустриализации. Из видных современных политиков главным сторонником такого объяснения является Николай Платошкин. Что вообще-то странно, поскольку он открытый сталинист. Второе. Золото для индустриализации дали торксины. В этой версии есть конкретный автор. Имена и ее титулы я лучше зачитаю. Ее зовут Елена Осокина. Доктор исторических наук. Прошлом профессор истории в СССР и России. Потом в США. В университете Южной Каролины. У нее об этом большое исследование. Книга «Золото для индустриализации торксин». Она была издана в 2009 году у нас в России. И в том же году по ней был снят фильм. «Империя торксин. Экспроприация про советский». Режиссер Корицы, телеканал «Россия» и кинокомпания «Арт-Экспресс». Вот как выглядит обложка книги. Ну и понятно, есть и третий, так сказать, комбинированный миф. Золото для индустриализации дало как ограбление деревни, так и торксины. И вообще это тесно связанные процессы. Но, думаю, понятно, что нет смысла рассматривать этот миф отдельно, поскольку ситуация все равно прояснится в ходе рассмотрения двух первых мифов. Оба объяснения, как я уже сказал, страшно далеки от реальности. Вот как озвучил это объяснение Николай Платошкин на канале «Красное радио» в ролике. Большое интервью с Николаем Платошкиным. Павел Блевский, часть первая. В 29-м году Сталин пошел на коллективизацию. Именно с какой целью? Отобрать у крестьян жестко прибавочный продукт и пустить его на экспорт. А вы говорите, и экспорта не было. Пустить его на экспорт для того, чтобы на этом экспорте заработать деньги и купить промышленное оборудование в капиталистических странах. Что и было сделано. За счет крестьян мы тогда смогли это сделать. Но крестьянам было тяжело. После длительных раздумий я решил не давать фрагментов из фильма «Империя, токсин, экспроприация по-советски». Слишком великан опасность нарваться на стройки. Но фильм очень легко найти в онлайне. Он везде в свободном доступе. Есть он и на ютубе. И так получилось, что мне даже не нужно самому разоблачать эти мифы. Поскольку это сделал Валентин Катасонов. Впрочем, работы он мне оставил более чем достаточно. Он только разоблачил эти мифы. Но и сам также не смог найти ответа, где Сталин мог взять настолько дикое количество золота. И отвечать на этот вопрос придется мне. Но вначале о фактах, собранных Катасоновым. Прежде всего, он детально проработал тему экспорта зерна Советским Союзом в конце 20-х годов 20-го века. И это очень и очень наглядно показало, какую же ахинею самым умным видом несут наши ведущие экономисты, включая Николай Платушкин. Катасонов доказал, что на золото, полученное Советским Союзом от продажи зерна, можно было построить максимум 100-150 предприятий. Их же, напоминаю, было построено 9 тысяч. Более того, значение зерна в получении СССР валюты завышено просто запредельно. Например, экспорт яиц приносил Советскому Союзу приблизительно такие же деньги, как и экспорт зерна. Понятно, в золотом и валютном эквиваленте приблизительно такие же деньги. Вот как он об этом сказал. Ну, даже если мы себе представим, что все 100% хлебного экспорта, то есть всего производства хлеба шло бы на экспорт, то мы бы, наверное, могли бы построить 100-150 предприятий. То есть эта версия, она не отвечает на кардинальный вопрос, за счет чего все-таки финансировалась валютная часть сметы проекта индустриализации. Кстати говоря, экспорт хлеба не был основной статьей. Были другие статьи. Такие статьи, как, скажем, экспорт нефтепродуктов и необработанной нефти, экспорт леса и пиломатериалов, даже экспорт яиц. Я специально смотрел статистику. Экспорт хлеба по стоимости примерно такой же накануне индустриализации, как экспорт яиц. По поводу тарксинов. Катасонов также детально проработал этот вопрос. И нужно сказать, что тема тарксинов очень интересна. Например, не будь тарксинов, я бы с вами сейчас не разговаривал, поскольку попросту не родился. Мою семью в годы голодомора. От голодной смерти буквально спас. Одесский тарксин. У нас родственник, и довольно близкий родственник. Был заведующим тарксином в Одессе. А у дедушки с бабушкой еще из дореволюционных времен осталось немного литой золотой посуды. И когда стало ясно, что голодная смерть, вот она, они связались с ним и отвезли это золото в Одессу. И там, фактически на это золото, сдав его в тарксины, закупили продукты длительного хранения. Именно это и позволило моей семье тогда выжить. Больше всего, кстати, закупили сахар. Но это Украина. Много садово, значит, ягод и фруктов. А варенье – это высококалорийный продукт. Да вот только до сезона сбора фруктов и ягод нужно еще дожить. И мама рассказывала, что доходило до того, что они просто ели этот сахар ложками. Потому что больше было просто нечего есть. Мне, кстати, врезался в память еще один эпизод. Из тех времен, из рассказа моей мамы. Понятно, к сожалению, уже давно покойной моей мамы. У нас бабушка всегда держала корову. И вот как так дому, нашему дому. Ну, впрочем, нашему, наверное, нельзя сказать, когда я родился, моя семья жила уже в другом доме. Так вот, к этому дому подполз, умирающий с голоду мальчик, подполз, поскольку уже не мог от голода ходить. И начал есть траву перед домом. Бабушка вынесла ему кружку молока. Он ее выпил. Успел два раза сказать спасибо. И тут же умер. Казалось бы, вот она. Наглядная цена сталинской индустриализации. К тому же известная мне, как говорится, не из книжек. И кое-какое отношение к индустриализации она, безусловно, имеет. Но об этом мы поговорим позже. Есть и исследования Катасонова, которые показали, что арксины дали максимум 200 тонн золота. А это позволяло построить максимум 200 предприятий. И это, кстати, больше и существенно больше золота, чем дал пресловутый экспорт зерна. Напоминаю, экспорт зерна дал 100-150 тонн золота. Так получилось, что в среднем строительство предприятия, за исключением гигантов, обходилось Советскому Союзу тогда в одну тонну золота. Но предприятий, напоминаю, построено-то было 9 тысяч. И поэтому, безусловно, утверждение о том, что индустриализацию позволили осуществить тарксины, а также голодомор, который заставил население нести в тарксины последние остатки царского золота, это тоже миф и чистой воды миф. Равно, как и книга Осокина, и название вновь лучше зачитаю, золото для индустриализации тарксин тоже очень далеко от науки. Хотя, повторяю, какое это значение, ее исследования все же имеют. Но именно какое-то. Катасонов не рассматривал конкретное исследование Осокиной, но вот как он сказал об этом в целом. Значит, были, конечно, какие-то еще резервы, но очень небольшие, очень экзотические, такие, как, скажем, скупка золота у населения. Может быть, слышали, сеть магазинов торгсин, торговля для иностранцев. Сначала торговля для иностранцев, потом, значит, круг клиентов этих магазинов расширился. По-моему, моряки смогли тоже отовариваться в тарксиновских магазинах. А потом, значит, когда уже начались голодные годы, то тогда открыли двери торгсинов и для советских граждан, которые могли сдать золото, драгоценности, получить или деньги, или какие-то специальные талоны, и по ним, конечно, получить уже какие-то дефицитные продукты, которые тоже продавались в этом торгсине. Это интересная тема. Торгсины просуществовали где-то, по-моему, до 1935-1936 года, потом их свернули. За это время где-то валюты, драгоценностей и камней там собрали в золотом эквиваленте, может быть, на 200 тонн желтого металла. Я немножко могу ошибаться в оценках. Ну, понятно, что это не тот источник, за счет которого мы могли тоже провести индустриализацию. То есть, современная экономическая наука России, если ее можно так назвать, очень далека от понимания того, как Сталину удалось осуществить это экономическое чудо. Равно очень далека от понимания этого была экономическая наука Советского Союза. Напоминаю, об исследованиях Николая Цабова я уже успел рассказать. Тем более, что я тоже уже говорил, индустриализация Советского Союза не единственное и, более того, не главное сталинское экономическое чудо. Главное – это победа во Второй мировой войне. Экономически для Советского Союза совершенно невозможная. На этом примере, кстати, наглядно видно, какой вред наносит науке пресловутое знание для избранных. Мне разгадать, как выражается Катасону, загадку сталинской индустриализации удалось только потому, что в своё время я в военном училище изучал курс военной экономики. Понятно, секретный курс. И изучить современные экономисты, ну, понятно, я имею в виду настоящих экономистов, а не номенклатурных столопов со степенями. Так вот, изучение этот курс, они бы тоже очень легко разгадали загадку сталинской индустриализации. И, понятно, дальше я дам отгадку на эту загадку. Но всему своё время. Пока же я в очередной раз повторю своё заклинание. Главную роль здесь сыграл экстенсивный характер советской экономики. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok